Здравствуйте, с вами канал Ответы Морякам. Сегодня мы находимся в благотворительном фонде помощи морякам Ассоль и хотим озвучить сегодня проблему судна Текне, которое в 2017 году было задержано нигерийским правительством и до сих пор наши украинские граждане находятся в заключении в Нигерии. И сегодня хотим обсудить этот вопрос и обратиться к президенту с тем, чтобы решить этот вопрос. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите в двух словах про то, что случилось в 2017 году и озвучьте проблему. Проблема криминализации моряков на, так сказать, красной нитью проходит через работу, все эти годы работы фонда помощи морякам Ассоль. И если в предыдущие годы основа обращения была это брошенные суда и экипажи, не выплата заработной платы, то сейчас проблема криминализации стоит очень остро. Отмечается это не только нами, но и морскими международными организациями. В случае возникновения любых там хозяйственных споров между судовладельцем и грузополучателем, или фрактователем и грузополучателем, в случае расследования каких-либо морских инцидентов, в случае возникновения каких-то проблем у судна непосредственно в порту, там обнаружение декларированного груза или любых других проблем, в таких случаях зачастую моряки остаются один на один со своей проблемой. Не всегда суда водительств поддерживает и имеет интерес защищать судно. Если у него нет коммерческого интереса, то и в принципе заставить его, зачастую найти его нелегко, не то что заставить его выполнять свои контрактные обязательства. И в результате мы получаем, что моряки и украинские моряки, эта проблема касается абсолютно всех, всего торгового флота, моряки остаются крайними, идут года, не всегда даже по происшествию двух-трех лет состоятся какие-то судебные разбирательства, моряки, если так можно сказать, дниют в тюрьме. Адвокатам, вот страны, допустим, такие как Нигерия, не подсильны, то есть работать иностранным адвокатам там тяжело практически невозможно, у местных есть своя специфика, и получается замкнутый круг, потому что, скажем так, какие-то экономические санкции или территориальные, любые другие претензии государств, они не находятся в рамках компетенции такой организации, как наша, а не государственная. Об этом даже говорят и такие, ну, уважаемые организации, имеющие весомый вклад, как Международная Федерация Транспортникам, ИТФ. Вот, и эту проблему надо решать и собираться на более высоком уровне. То есть это должны первые лица, это должны быть международные морские организации, закреплены на уровне международных кодексов, для того, чтобы такие проблемы в дальнейшем не повторялись. А конкретно применимо к этому случаю, почему судно было арестовано, по какой причине, насколько я понимаю, документы на груз, все было у экипажа, причина ареста какая, что предъявляет правительство? Давайте вот Елена подробнее расскажет, жена моряка. Здравствуйте, я жена старшего механика экипажа ТЭКНЭ, Каширного Александра. Им предъявлено было незаконное пересечение границы, экономический саботаж, когда экипаж задержали и погрузили на буксир, увозили, власти Нигерии просто шланг обрезали, и нефть вытекла в море. Их тоже обвинили в том, что была разливка нефти, хотя они к этому абсолютно были не причастны в тот момент. Их судят уже больше двух с половиной лет, более 30 судебных заседаний абсолютно ни к чему не привели. Четыре бесплатных нигерийских адвоката меняются, ситуация не разрешается. Обращения были и к предыдущим министру иностранных дел и президенту, и к нашему теперешнему. Я была более двух недель назад в посольстве Нигерии в Украине, общалась с господином послом Нигерии. Они согласны вести переговоры с украинской стороной на высоком уровне. То есть у них поменялась власть, у них были выборы, новый президент, новый парламент, новая судебная система. То же самое произошло у нас в стране. Новый президент, все у нас идет цивилизованно и четко. Господин Зеленский за данный период времени, за минимальный период времени его власти, сумел освободить, помочь вернуться на родину нашим военным морякам по конфликту Керченской протоки из России. Это для нас огромное достижение. Но у нас есть еще и торговый флот, у нас есть моряки, которые задержаны в разных странах мира. Мы знаем, что Нигерия – это одна из самых тяжелых стран на планете. Поэтому лично просьба обращения к господину Зеленскому, чтобы он провел на своем уровне, на уровне, гаранта Конституции, первых лиц государства, переговоры с нигерийской стороной о том, чтобы освободить невиновных граждан Украины. Потому что у нас с сентябрь и октябрь, 9 октября, заключительное судебное заседание, будет вынесен приговор, и всему экипажу инкриминируют одну статью, пожизненное заключение. Без разбора, абсолютно, всем одна статья. А за что? Незаконное торговление продуктами? Вот они все в совокупности подшили к делу. Рассматривается это даже не по законам морского права. Это нарушает все международные правила и международную конвенцию. Мы обращались в разные организации, в Министерство юстиции и уполномоченному по правам человека. И ко всем, и в международные организации, и Ассоль писала, и я лично писала, они нарушают все международные нормы, которые допустимы, в принципе. Поэтому только господин президент, мы надеемся, что, так как он помог решить проблему по российским морякам, он поможет решить нам проблему и вернуть наших ребят, наших украинских граждан на родину в Украину. У нас другого выбора нет. Только с этой просьбой мы обращаемся к нему. За последние три года у берегов Ливии и Нигерии это, пожалуй, сейчас наиболее такие горячие точки по этому вопросу. Там, где есть некординируемая ситуация с Ливией, то есть она, по сути, территория страны разбита на участки, контролируя различными группировками. Либо, как вот в случае в Нигерии, когда в прибрежных водах может твориться все что угодно, не зря там Буниевские заливы сейчас это одна из самых опасных точек со стороны морского пиратства, так вот и сейчас и со стороны так называемого государственного пиратства. То есть само государство может под тем или иным иногда зачастую это выдуманное какое-то обвинение задержать судно и в дальнейшем шантажировать либо судоводельца с целью получения каких-то финансовых средств, ну тут судоводелец, в частности, стыкно устранился, то в данном случае не пытается хотя бы что-то получить. То есть судоводелец полностью бросил судно и никаким образом не способен решению вопроса? Да, и в нем не слышно ничего, ни на один запрос, ни на один звонок, ответов нет, тишина. И то есть возможно, что... Ну если он на самом деле, то есть была ли это действительно фирма, ну то есть сейчас есть небольшие сомнения. Так вот в Ливии и Нигерии за последние три года было в Ливии четыре задержания, три задержания, три задержания в Нигерии. Судов с украинскими моряками в экипажах. Через ваш фонд проходит много обращений, я так понял, да? Сколько за последние вот три-четыре года всего было задержано судов в этих регионах? Вот если брать эти два региона, то семь судов всего было задержано, и общее количество украинцев на борту было чуть больше 50. Каким-то образом эти вопросы разрешились? Вот если брать Ливия, недавно вернулись моряки из судна Тимитрон, там в принципе все то же самое. Стандартное обвинение, стандартный приговор, причем независимо, если кто ты, мисс Бой или капитан, срока одинаковые, обвинения одинаковые, то есть люди получают, независимо от того, кто занимал ты, ты был там топ-офицером, ты имел какие-то информации, или наоборот должен был обладать информацией о грузе, или ты мисс Бой, который, по сути дела, на судне от него ничего не зависит. И вообще моряки редко когда могут. То есть видно о том, что правительство немножко недопонимает роль моряка вообще в судоходстве. Моряк не может повлиять ни на выбор груза, ни на выбор порта. В основном задача обеспечения жизнедеятельности судна, обеспечения сохранности груза, обеспечения безопасности судоходства, экология на весь экипаж один, а то возможно два человека знают информацию о том, кому на самом деле принадлежит судно или груз. То есть грубо говоря, в названных юрисдикциях какая-то помощь юридическая бесполезна, только на уровне межправительства. Договоренности это, я уже не знаю, то есть либо это реномы Украины, так что, ну то есть мы позволяем с собой так общаться, но в принципе ввести в правом русстве делать там очень и очень сложно и практически невозможно. Отмечаем мы, мы обращались за содействием к нашим партнерам, международным и юридическим организациям, и международным морским организациям. К сожалению, Нигерия и Ливия это там, где влияние вообще минимально. То есть минимально возможность цивилизованно участвовать в процессе, цивилизованно, ну то есть вести диалог. Нет, там ставится какая-то своя цель, я не зря это называю государственным ракетом, то есть есть какие-то интересы у страны или еще что-то, они потом выдвигаются в качестве контраргументов, и пока не будет выполнено данное условие, то есть вести речь об освобождении моряков или там чем-то. Потому что из практики, из прошлых интервью с семьями судна Рута и капитан Хаям там были вроде как нормальные юристы на это заплачены большие деньги, но юридически эти вопросы там никак не решались. Ну вот в Нигерии вот лично вели переговоры с пятью юристами и там как, скажем так, как индивидуальными юристами, так и юридическими фирмами. К сожалению, есть свои особенности, менталитета, и мы не можем поступить так, как... То есть все хотят деньги вперед, да, и не гарантируют никакого качества. Вообще не гарантируют ничего. И, соответственно, ну на таких условиях вести переговоры тяжело. Кроме того, спустя некоторое время там юристы, активно предлагающие свои услуги, вдруг начинают теряться или, ну, то есть сворачивать диалог. То есть это подтверждает только то, что в этой стране, ну, значит, есть какие-то свои цели, которые, ну, они преследуют, и тут нечего даже пытаться, пытаться это решить в юридическом русле. Мы бы хотели обратиться от, в первую очередь, к правительству Украины. Моряки украинские по своим тяжелым трудам за десятилетия заслужили почетно, они входят уже много лет в топ-3 морского судоходства специальностей. Мы по-прежнему элита мирового торгового флота. Это люди, которые своим трудом являются непрямыми инвесторами в экономику Украины, потому что заработаны ими. Это речь идет о миллионах долларов. Они так или иначе возвращаются в Украину, покупаются недвижимость, машины, учатся дети. То есть эти деньги тратятся здесь, в Украине, не остаются где-то на счетах. Поэтому считаем, что пристальное внимание к этому сегменту трудовой миграции должно быть и должно быть со стороны первых лиц государства. То есть поддержание этой сферы и способствование всяческих... С проблемами моряков, да. И мировое морское сообщество должно активнее взяться. Вот еще раз мы видим о том, что даже если Международная федерация транспортников разводит руками, значит пора переходить на новый уровень и созывать Конгресс Международной морской организации, и вносить какие-то поправки. Потому что судоходство не страдает. На место моряка придут пять других. Безработица. Страдают как всегда люди. Но моряки... Страдают сами люди, сами моряки. Они остаются в тюрьмах, на берегу остаются их родственники. И самое страшное, что это неизвестность и невозможность прогнозирования. Потому что в данном случае ну там каких-то цивилизованному анализу и прогнозированию это не поддается. Это будет так, как решит та страна, которая задержала судно и экипаж. Поэтому хотелось бы от всех более активного участия именно в этой проблеме криминализации моряков. Будем надеяться на то, что правительство откликнется на вашу просьбу и люди вернутся домой. Спасибо вам, Александр. Спасибо каналу «Ответы морякам». Всегда приятно с вами сотрудничать. И приятно, что вы отзываетесь вот так вот на каждой тревоге и болю украинских моряков. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.